Всем привет! С вами Юля Симуля. Мы с вами играем в Sims 4. Это челлендж психушка 15 серия. Добро пожаловать! У нас раннее утро. Я решила начать серию с момента, когда котлет полностью выспится, потому что он в прошлой серии несчастный, ведный, весь такой с ужасными потребностями пришел домой. Мне его было очень жалко. Я его уложила спать и сказала, спи, котлетик, до самого упора, пока не выспишься. Но я думаю, что можно его уже будить. В принципе, практически бодрость уже поднялась полностью. Так что давай, котлет, просыпайся, иди в туалет и будем начинать наш день. Как ты себя чувствуешь? По-моему, он себя не очень хорошо чувствует. Но я думаю, все потребности очень плохие. Дома просто ужас, как обычно. Все грязно, все сломано. У нас сломалась раковина и у нас сломался холодильник. И я не знаю, за что мне браться. Я, пожалуй, ребята, наверное, заменю холодильник, потому что 8-10 семиллионов. Это очень, ну, такая небольшая сумма. Я думаю, что это мы можем себе позволить. А вот холодильник, скорее всего, будет стоить дороже, 200 семиллионов почти, и заменять его нам уже не хватит денег. Пьяная помятая говорит, слушай, Луна, ну не смотри на мою сумку. Я знаю, что ты задумала. Ты хочешь что-то оттуда свистнуть? Ребята, у нас осталось 24 часа, чтобы оплатить счета. Это просто капец. Так, иди чего-нибудь скушай. Быстро перекусить. Выпей молока. Может быть, полегчает тебе. Блин, 24 часа и все. И нам отключит свет, нам отключит воду. Котлет, мы будем без воды, мы будем без света. Что мы будем делать? Бон, дай денег, Бон. Вот, пойди заработай. Ты такой толстый, я не знаю. Ну, придумай что-нибудь. Короче, я не знаю, где нам взять денег. Походу, действительно, мы будем без света. В этой серии я планирую все-таки повысить нашего котлета. Будем стараться. А пьяная помятая так и не расстается со своей сумкой. Лучше дай денег хоть немножечко. Нам нужно 3000 на оплату счетов. Где их взять, я не знаю. Нанобак ставить нельзя, потому что писали в комментариях мне советы, что можно было бы поставить нанобак и отдавать ему пустые тарелочки. Но дело в том, что по правилам психушки нанобак использовать нельзя, потому что, ну, деньги приносят. Нужно все честным трудом зарабатывать. Слышишь, морда? Ну, дай денег. Слушай, ну ты же царь, я не знаю. Там потомок царя у тебя там что-то завалялось, может быть, в кармане. Фаер, ну, наколдуй. Я не знаю, что-нибудь получше, чем жаба. Продай денюжек. Короче, ни у кого денег нет. А если есть, то они походу не дают. Смотрите, ребят, котлет у нас танцмашина и сам танцует. Так, нам нужно поднять срочно, срочно поднять досуг. Давайте пойдем и посмотрим фильм какой-нибудь. Вот, например, да любой фильм посмотрим. Вот, чтобы у него поднялся досуг, так как нам нужно выполнить задание сочинять шутки. Вот, чтобы он смог приступить к этому заданию, нам нужно хоть немножечко повысить наш досуг. Так что, котлет, давай, не занимайся ерундой, а смотри передачу. Кстати, у нас общение тоже как-то средний уровень, даже немножко ниже среднего. Но я думаю, что котлет сейчас поговорит с кем-то, когда будет смотреть телевизор. Смотрите, все симы окружили котлетой. Говорят, котлет, когда ты оплатишь счета? Нам уже угрожают, что нам воду отключат, что свет отключат. А Ярни говорит, купи мне велосипед, котлет. Говорит, у тебя же деньги есть. Я слышал, как монеты звенят. Котлет говорит, да отстаньте вы от меня, психи. Я не знаю, как мы будем сводить концы с концами. Никто из вас не помогает. Вы, говорит, все только на моей шее сидите. Луна говорит, ручку мне подари и бумагу. Я буду книги писать. Вообще, говорит, безобразие какое-то, как мы будем жить. Котлет, о чем ты думаешь? Котлет говорит, я носки одни ношу два года уже. Я ни о чем не думаю. Денег нет. Говорит, вообще, говорит, скоро, говорит, света не будет. Говорит, ни лампочки, ничего. Говорит, лучше бы я был котом белым. И было бы тогда в моей жизни все намного лучше. А не с вами с психами общаться. Говорит, давайте телевизор продадим. Вот, кстати, нам нельзя заходить в режим строительства, чтобы что-то там продать или еще за чем-нибудь. Так, ты что, морда в туалет хочешь? А туалет что у нас? Блин, туалет сломался. Ну, что это такое? 125 симолеонов. Ну, где я такие деньги возьму? Нет у меня таких денег. Иди, котлет, чини. Если 80 симолеонов как-то еще не так много, то больше 100. Для меня это прям как ножом по сердцу. Нет у нас таких доходов. Так, до работы 5 часов нам опять звонит Нэнси. Но не можем мы с ней разговаривать. Потому что реально как-то на разговоры, на болтовню времени у нас нет. Я надеюсь, что котлет все же поднял свою досугу достаточно, чтобы сочинять шутки. Но фигушки. Тут у нас уселся за компьютер Бон. И, походу, не светит нашему котлету заниматься. Но он даже не может придумывать. Все-таки не хватает у него досуга. Кстати, смотрите, он пока чинил унитаз, немножко повеселел. Все, иди продолжай, смотри фильм. Вот как раз тебе место уступили. Давай, присаживайся на диванчик, пока его никто не занял. И дальше. Повышай, радуйся жизни. Блин, опять упал досуг. Я не пойму, от чего он падает. То вроде было все хорошо. Теперь опять все стало плохо. Я очень хочу сегодня получить повышение. Кто там что разбил? Это ты? Ой, Элизабет. Решила всех порадовать. Наверное, поднять настроение и приготовить еду. Ты знаешь, что за еду деньги берут, за то, что вы готовите? Да, если симы, кстати, готовят, то когда они берут из холодильника на какое-то блюдо, с нас снимаются деньги. Вот салат, ну в принципе салат, она готовит, по-моему, овощной салат. Он не очень дорогой, так что это более-менее нормально. Но вот когда они готовят что-то такое изысканное, что-то подороже, то, конечно же, и денег с нас, соответственно, снимается больше. Давай-ка, Атлетик, повышай досуг. Вот, и телевизор, наверное, единственный способ быстрее всего в психушке поднять досуг. Можно читать книги, но мне кажется, что чтение книг не настолько быстро его повышает. Вот, кстати, можно еще принять ванну. Мы успеем ванну принять? Ну, я очень надеюсь, что успеем. Правда, там уже пьяная помятая сидит. Бон, ну встань с компьютера, ну как нам шутки сочинять? Ты что, офигел? Я же не могу тебя прогнать. Ты же толстый. Подвинься, пожалуйста. Что ты там, я не знаю, ты что, рассылаешь объявление? Может быть, ты познакомиться с кем-то хочешь? Смотрите, походу он на сайт знакомств зашел и ищет себе девушку какую-то. Ты бы лучше перед луной извинился. За что ты ее побил, негодяй такой толстый? Ты же ее просто задавить мог своим весом. Взял, побил такую худенькую, стройную, хрупкую девушку. Так, все. У него, в принципе... О, давайте что-то съедим. У нас тут есть еда, салат садовый. Его приготовила Элизабет. Будем считать, что она для котлетика. Котлет, быстро все бросай, иди скушай, пока кто-то не стырил наш салатик. Все. Элизабет считает, что Элизабет для тебя его приготовила, чтобы ты шел на работу не совсем голодным. Так что давай подкрепись. Вот, что такое? Что, опять сломался? Нет, унитаз не сломался. Луна его даже моет. Правильно, мойте все. Пьяная помятая опять свою сумочку уже по трубе куда-то отправила. Идет такая довольная. Сумочки нет. Уже, короче, отправила сумку за очередной порцией наркоты. Или, я не знаю, еще чего-то. Она у нас мастер. Не знаю, но она постоянно передает куда-то какие-то сведения. И, наверное, это все останется навсегда загадкой. Так, котлет, ну что там? Твой досуг, твоя еда. В принципе, да, более-менее нормально. Если компьютер свободен, а компьютер свободен. Ура! Свободу попугаем. Дайте нам компьютер. Будем мы с вами придумывать шутки. Вот, комедия. Придумывать шутки. Нам нужно это желательно, конечно же, выполнить на 100%. Чтобы мы получили повышение. Я сегодня буду мучить нашего котлета. И дам ему задание, чтобы он упорно работал. Потому что без упорной работы, я так понимаю, что повышение нам не светит. Так, котлет, ты до сих пор кушаешь? Хватит уже жрать. Иди давай быстренько придумывай шутки. Потому что если сейчас кто-то займет компьютер, то ты просто не успеешь. Ну давай, бери последнюю ложечку. Все в рот. И все, фигушки тебе. Все, бросай ты это дело. Наелся. Я надеюсь, что наелся. Ну да, питание он поднял. Поэтому быстренько за компьютер. Никто там его не занял. Нет, слава богу. Все симы у нас сегодня. Все психи собрались в зале. Их любимое место. Да, реально. Все у нас в зале. И все что-то замышляют, обсуждают. Ярни походу в угол встал. Или наказал кто. Наверное, поставил бон, что ли. Теперь, наверное, бон тут всех это самое строит. Да, Ярни походу в углу стоит за то, что книги воровал. Или за то, что книги носил. Ты что, за что тебя поставили в угол? Просто так? Ну стой, видите. Да, это точно. Это Бона говорит, стой, Ярни в углу. Ты сегодня наказан. Ты, в общем, потому что много жрешь. Вот. Много ешь. И поэтому лучше отдавайте все еду. Всю еду мне. Вот. А еды, кстати, реально нам скоро на еду не будет хватать, если мы оплатим счета. Как мы их, правда, оплатим, я вообще не знаю. Давай, Катлетик, сочиняй шуточки. Сколько уже? Блин, начато. Да, начато, но проценты еще не показываются. Нам осталось 2 часа до работы. Я думаю, что за 2 часа мы как-нибудь успеем. Давайте немножечко промотаю. Нам до работы, вот, в 17 часов у нас начинается работа. Давай, Катлетик, быстрее поднапрягись. Нам нужно 16 часов и все 25 процентов. Давай быстрее сочиняй шутки. Не отвлекайся на какую-нибудь ерунду. Блин, походу, не успеваем. Это капец. Ну, как так можно? Катлет должен приступить к работе через час. А у нас только на 50 процентов готово. Катлет, ну, давай, поднапрягись. Ну, хотя бы на 75. А лучше бы на все 100. Потому что я не знаю, как нам получать повышение, если мы не выполним вот это задание. Так, 15 минут осталось. Кстати, ребята, обратите внимание, как-то время назад откатывается. Вот смотрите, сейчас я проматываю быстро, и у меня 17. А потом, ну, сейчас опять 17. Но тогда мне показалось, что вернулось время немножечко назад. Давай, все. Не может он сочинять шутки, потому что ему скучно. Негодяй такой. На 75 процентов мы выполнили наше задание. Я сейчас ему дам задание работать упорно. Надеюсь, это нашего котлета не доконает. Вот он как-то справится с этим. Там что-то Элизабет у нас слишком сердитая. Но сейчас мы котлета проведем на работу и посмотрим, что там с Элизабет, с остальными симами. Потому что как-то им там не очень хорошо. В общем, котлетик, я тебя прошу, работай усердно, постарайся. Вот и что это за задание такое? Сидеть в интернете. Ну, нам не... О, подождите, я что-то не то выбрала. Нет-нет-нет, все, мы упорно работаем. Пусть повышает. Нам главное, чтобы здесь была галочка. Если здесь будет галочка, то, в принципе, там очень большой шанс, что мы получим повышение. Но до этой галочки нужно доработаться. Поэтому пусть напрягается. Так, что же наши симы? Почему Элизабет такая сердитая? Элизабет, ты чего сердитая? Тебя морда обидел? Морда говорит, Элизабет, где нам деньги взять? Давай продадим твое платье в конце концов. Говорит, где? Говорит, мой халат не такой дорогой, как твое платье. А Элизабет сердитая. Походу, да, они решили платье ее продать. Или вот ожерелье, которое у нее тут висит на шее. Морда говорит, как мы жить будем, Элизабет? Говорит, мусор же мы не продадим. Говорит, давай продадим что-нибудь ценное. Давайте пьяную помятую продадим. Вот, пьяная помятая, по-моему, не в восторге. Говорит, не надо меня продавать. Продайте лучше Бона или Морду. У них живого веса больше. Вот, так что не знаю я, как мы будем вообще выкручиваться с этой ситуацией. Я не думала, что будут такие большие счета. И не думала, что нам так будет сложно все это дело заработать. Фаер, наколдуй, наколдуй бабла. А Фаер вообще морозится. Говорит, где я возьму денег? Я только умею, я знаю только одно заклинание в жабу превратить. И то оно не действует. Говорит, один раз подействовало, я превратил кого-то в единорожка. Все, больше никогда оно у меня не действовало. Это заклинание, отстаньте от меня. Короче, тоже морозится. Баблишка нам давать не хочет. Не хочет его наколдовывать. Так, по-моему, у нас что-то опять, ребят, сломалось. Блин, плита! Ну, это просто ужас какой-то. Так, ты опять это? Или ты просто в туалет пришла? Или ты все-таки сплавляешь? Где твоя сумочка? Нету сумочки. Еще не вернулась обратно. Она ее там где-то по канализации отправила. Но сумка на место еще не вернулась. Так, котлетик, что ты там наш дорогой? Нет, нет у него еще галочки. Он работает упорно. Да, работает упорно. Блин, если он сегодня не получит повышение, это будет просто капец. Нам тогда точно не знаю, как оплатить счета, потому что в следующей серии нам отключат воду и нам отключат свет. Все, это в следующей серии будет капец. Если мы в этой серии не получим премию, не повысимся, то я вообще не знаю, как это все можно оплатить. Я думаю, что если мы получим повышение, то котлет может что-нибудь поделать руками своими. Например, поработать на столярном станке. Может, какие-то фигурки продадим. Ну, не знаю, хоть как-то придумаем, но заработаем деньги. Или, может быть, даже картины порисовать. Но нам нужно уже как-то действительно думать о заработке, потому что зарплата, как вы видите, нифигашеньки не приносит. Бон, ты видишь, денег нет. У тебя есть что-нибудь? Давай я твой фартук продадим. Или он нафиг никому не нужен? Что-то они как-то грустно смотрят телевизор. Там, наверное, какая-то грустная передача. А нет, у нас тут реклама про игрушку. Вот детскую игру настольную, в которой монстрики сражаются. Что-то они смотрят детский канал. Странно. Походу, это детский канал. Да, детская передача. Но они же у нас психи. И детские передачи им тоже нравятся. Так, получила у нас Луна навык видеоигр. Она что, за компьютером сидит? Да, сидит за компьютером, играет в видеоигры. Вот лучше бы Симы там действительно как-то деньги пытались заработать. Или вот хоть что-то как-то. Но, о, это, кстати, у нас в прошлой серии. Ярни тут стриг. Бонсай. Вот он, видите, его достриг, что теперь бонсай у нас красивый. Интересно, а мудлет какой-то есть от того, что бонсай подстрижен или нет? Я просто никогда не обращала внимания. Но, походу, мудлета нет. Потому что у Луны просто хорошая обстановка. Ей уютно, ей хорошо в этой комнате. Но я думаю, что это не от бонсай, а просто там от каких-то других предметов, которые в этой комнате. Так, смотрите, у Фаера повышается какой-то навык. Я даже на него переключусь и просто посмотрю, что у него повышается. Кулинария. Нифига себе, ребят. Это что, ему снится кулинарная передача? Он хочет проснуться и смотреть детский канал, но сейчас у него повышается кулинария. Либо ему снится какой-то кабанчик, какая-то жратва, либо я даже не знаю, ну почему у него ночью. Сейчас еще я не удивлюсь, если будет сообщение, что у Фаера поднялся навык кулинарии. Короче, очень ничего-нибудь странно. Пьяная помятая отвернулась. Лежит, думает, ждет, когда же ей придет ответ. Из трубы водосточной, вот, в виде какой-то записки, наверное, в сумке или еще чего-то. Блин, опять поломка. Все, сломалась ванна. Ярник, конечно, фиг ее чинить будет. Он просто идет отдыхать. Ну, зато полы помыл. Да, чистюля. Блин, реально что-то симы стали болеть. Всем плохо, всем хреново. Нужно нам вообще повышать эти самые, господи, повышать качество и улучшать предметы, чтобы они реже ломались. Это нужно выбирать котлетом. Вот, котлет у нас может уже добавить превосходную систему слива и систему самоочищения. Я думаю, нужно это сделать все, потому что приборы стали слишком часто ломаться. Нам нужно вот прочные краны добавить на раковину. Я думаю, что нужно этим действительно заняться. Кстати, какой у него там навык механики? Уже четвертый. И я думаю, что, наверное, лучше всего будет, если котлет все-таки будет работать на столярном станке. Тогда... Ой, смотрите, у него галочка. Капец, котлетик, я тебя прошу, принеси повышение, принеси денежку, иначе мы просто обанкротимся. Вот, у него уже четвертый навык механики, там почти пятый. Я думаю, что он, если будет работать на столярном станке, что он может уже здесь сделать? Он может делать мебель, он может делать настенную полку, зеркало, угловой столик. Я вот думаю, что чем дороже, наверное, чем больше мы вложим материала, тем дороже будет, наверное, потом созданный предмет. Так что что-нибудь подороже сделаем. У нас самое дорогое это зеркало или настенная полка. Кстати, вот эти предметы, их можно продавать, но использовать их, к сожалению, нельзя. Да, насколько я помню, ну вот точно нельзя использовать предметы, то есть, которые, типа там, стул, кровать. Ну, кровать нельзя создавать на столярном станке, но можно создать унитаз и можно создать ванну. Но, к сожалению, если мы их создадим, то мы не можем использовать их в психушке, поэтому мы их будем только продавать. А вот полочку, в принципе, повесить, наверное, я думаю, можно, но вряд ли нужно. Потому что в первом сезоне, если вы помните, мы вешали котлеты. Нет, мы вешали картины. Там немножко пытались заработать как-то деньги, рисуя картины. Вот. И вешали их на стены. В принципе, было красиво, потому что до этого были стены пустынные. Но в этом уже домике я так более детально здесь проработала. И, в принципе, домик весь такой украшен, обустроенный. И так у нас уже висят кое-где картины. И я думаю, что не стоит нам рисовать для украшения. И так все есть. И так слишком большие счета за этот дом. 3 тысячи символионов. Ну, я думаю, что котлет сейчас принесет повышение. Но он, ребят, должен, потому что все вроде как хорошо. Вот. Галочка стоит. Единственное, меня смущает, что он не на 100%, а на 75% выполнил свое ежедневное задание. Ну, я думаю, что ему простят. Кстати, потом у него два дня выходных. Но если он получит повышение, то там, скорее всего, график работы поменяется. И будет как-то... Подождите, ребята. Ребята, подождите, мне что-то слышится или нет? Только не говорите, что это опять инопланетяне. Нет, подождите, вы слышали или это у меня глюки? Так, подождите, что-то, по-моему, все-таки происходит. Я сейчас... Ребята, пьяную помятую забирают. Ну, вот я вам говорю, что мне не послышалось. Капец, капец, прилетела летающая тарелка. Это просто жесть. Она прилетела за нашей пьяной, за нашей помятой. Господи, зачем ты за ней прилетела? Заберет ее. Пока пьяная, пока помятая. Не поминай лихом, но она прилетит скоро. Господи, еще одна летающая тарелка. Совсем же недавно в династии прилетала. Вот, забрали женщину. Женщины, по-моему, не беременеют, если их забирают инопланетяне. Но, но, у нас бы, даже если бы забрали мужчину, там, морду, котлета, все равно не забеременел бы сим, потому что не хватает мест в семье. У нас сейчас 8 симов, поэтому ребенка как бы некуда уже. Вот, даже если бы забрали морду, он бы не забеременел, потому что некуда нам ребенка. Повышение, повышение, котлет. Дай, я тебя расцелую, мой дорогой вонючий друг. А ну-ка, показывай. Повышение до квазипопулярность. Так, котлет, давай я тебя отправлю сразу купаться, вот, чтобы ты, шоу, как раз не мучился. Боже мой, все сломали, все, гады, все поломали. Давай в честь повышения, блин, 125 символионов в ванну заменить. Ну, ладно, в честь повышения я тебе это сделаю, но потом, смотри, будешь все чинить сам. Так, читаем. Котлет получает повышение до должности квазипопулярность. Его зарплата увеличивается на 4 в час. Также он получает премию 541. Коврик обожествления. Его следующая смена в четверг в 17.00. Кстати, по правилам мы можем продать вот то, что он заработал. То есть, он у нас получил коврик. Мы можем, в принципе, его поставить. То есть, это декор. Его можно. Он заработанный нами, честно. Вот ему там подарили на работе. Поэтому мы можем его либо где-то использовать. Вот, кстати, я так визитницу и не продала. Вот, 107 миллионов. Или мы можем его продать. Но я думаю, что не стоит его где-то использовать. Как-то, ну, конечно, тут оно будет симпатичненько смотреться. Но лучше мы его продадим. И хоть какие-то денюжки будут. Правда, не очень дорогие. Не очень дорогие предметы он у нас принес. И давайте посмотрим на его график нынешней работы. У него так и осталось 4 свободных дня. Не работает он 2 дня. Теперь у него 2 дня выходных. Вот. И теперь, ребята, вот эти серии. Следующие 2 дня мы будем создавать предметы на столярном станке. Потому что иначе мы просто не сможем вылезти из этой долговой ямы. Ну, действительно, я по-другому не знаю, как это назвать. Вот кот-то, видите, у него шея болит. Он устал весь, бедняга работает в пути лица. Но нам нужно как-то зарабатывать эти деньги. Я думаю, что самый лучший способ заработать, это действительно создавать предметы на столярном станке. Потому что единственный хорошо развитый навык, ну, навык, которым можно зарабатывать, это у нас механика. Вот. Комедии как-то особо не получается у котлета зарабатывать. Платят мало. Так что будем мы создавать какие-то предметы. Кстати, вот давайте сейчас... Я думаю, что у него более-менее нормальные потребности. В качестве эксперимента попробуем что-нибудь создать. Создавать мебель. Настенная полка или зеркало, да? Это зеркало добавит деревенского обаяния любой комнате. На настенную полку ручной работы можно выставлять свои ценности. Ну, я думаю, что мы не будем эти предметы. Хотя они, наверное, как декор. Может быть, их и можно использовать по правилу челленджа. Но я думаю, что мы все-таки будем продавать. Потому что сейчас... Так, ой, все. Пьяную помятую вернули. Я за нее так и забыла. Все, она у нас ошалевшая, очумевшая. Потрясение и утомление. Жертва похищения. Непонятно, что сделали эти пришельцы. Но это явно заморочило вам голову. Она очень ошалевшая. Кстати, от очень ошалевшего состояния можно умереть. Поэтому пьяная помятая. Иди-ка ты спать. А она хочет готовить яйца с гренками. Да, она у нас ни в коем случае не забеременеет. Хотя бы потому, что у нас в семье сейчас 8 симов. И просто 9 не может быть. Даже если бы это был мужчина, он бы не смог забеременеть. Так, мне показалось, или Луна светится? Нет, мне показалось. Луна, это твои друзья забрали пьяную помяту? Это ты их подговорила, да? Чего ты молчишь? Мне кажется, что это без Луны тут не обошлось. Она что-то разозлилась на пьяную. Может быть, приревновала к котлету. Ну, в общем, что? Котлет у нас какой? Ой, а, я думала, что он кокетливый, он игривый. Чего ты игривый-то? Давай, создавай зеркало. То есть, или что мы там создаем? Полочку, да? Создавай полочку. Вот, может быть, посмотрим сколько... Ой, ну что ты себя... Ты у тебя же нормальная эта самая механика. Что ты творишь? 85% уже 4 уровня. Скоро будет 5. И ты должен создать нормальную полку. Короче, мы заплатили, ребята, 87 символионов. И я надеюсь, что котлет, ну, хотя бы на 200 символионов сделает полочку. Потому что, как бы, я не знаю, если там будет полочка 120 стоит, то смысла особого нет. Я знаю, что вот когда уже у Сима самый высокий навык механики, он там... Можно действительно в ванны продавать, создавать в ванны, которые там около полутора тысяч стоят. Это, по-моему, ванны превосходного качества. Но котлет у нас, короче, себя только в лоб бьет. Котлет. Ну, давай, будь как-то посерьезнее. Нам же деньги нужны, при том очень срочно. Видишь, какая психушка у нас шикарная. С фонтанчиками. С каким садом прекрасным. Блин, за садом нужно ухаживать. Ребят, походу, короче, сейчас наши растения нафиг откинутся. Я не знаю, что тут уже, по-моему, все, оно уже помирает. Наверное, последняя ступенька. Нужно, блин, давайте, пока у него более... У него... Он выживет. Я в смысле не помрет котлет. Давайте пусть создаст полочку. И все-таки поухаживает за садом. Потому что, если мы этого сейчас не сделаем, у меня вот просто такое предчувствие, что завтра в следующей серии эти предметы... Ой, то есть, господи, эти растения просто помрут. Так, давайте соберем весь урожай. И, наверное, польем. Вот, не надо семена покупать. И так денег нет. Польем, и все. А нет прополоть или чего-нибудь. Не надо пропалывать. Рядом с этим растением нет сорняков. А, ну все отлично. Нет сорняков. Смотрите, что он... А, он собрал урожай. Во, ребят, сейчас мы как раз и урожай продадим. Вот, будут еще какие-то деньги. Шпинат на 38. Ну, нормально, жить можно. Грибочки на 31. Так, все, смотрите, растение ожило. Более-менее нормально. Все, у него все хорошо. И будем ждать следующего урожая. Давайте, наверное, еще что-нибудь посадим. Полочка. 175. Котлетик. Ну, я надеялась, что хотя бы 200. Ну, что это такое? Где деньги брать котлет? Ой, а у нас есть... А, это счета. Я думала, что у нас семена есть. Короче, нет у нас нифига. Нет у нас котлет. Что делать? Я не знаю. Давай, иди спать. Я думаю, что когда нам отключат свет, воду, мы все равно сможем пользоваться столярным станком. Что, все кровати заняты? Капец. Все, котлет, ты не успел. Ты опоздал. Иди дальше. Создавай зеркало. Создай. Давайте создавать мебель. У нас нового ничего не появилось? Нет, нового ничего. А давайте попробуем создавать угловой столик. Мне почему-то кажется, что вот я помню, что в Династии в самом начале, в первом поколении мы зарабатывали именно созданием предметов. И я помню, что много создавала я угловые столики. И, в принципе, на этом тоже неплохо так наживались. Так что попробуем создать столик. Может быть, получится. Вот. 52 мы потратили. И потом посмотрим, сколько же мы выгодаем, когда его продадим. Так, все, ребят, я буду на этом заканчивать серию. Следующая серия будет полностью посвящена заработку денег. Будем, вот, уровень уже повысился у нас в механике. Будем, наверное, создавать и создавать разную мебель, чтобы повысить механику, чтобы попродавать и чтобы оплатить счета. Но я думаю, что мы не успеем, и нам все равно отключат свет и воду. Тогда мы будем все это делать в темноте. Ну, а что делать? Все, ребят, всем спасибо за внимание. Если вам понравилась серия, поставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на канал. Всем до следующей серии. Всем пока.